Все, можем начинать. Многие знают, я все перечислять не буду. Существование Бога, Бог один, у Бога нет тела, пророчество, истинность Торы и так далее. Тут они кратко изложены, на самом деле там какой-то текст на каждый пункт, целый абзац или предложение. И сложность этой позиции в том, что для того, чтобы считаться верующим иудеем, человек должен изучить и запомнить все эти 13 различных положений, которых объем намного больше, чем здесь. И поэтому на протяжении веков разные мудрецы пытались сократить количество принципов или объединить их в меньшее число пунктов. То есть не выкинуть, а именно объединить, чтобы это все занимало меньшее количество текстов. Например, Раб Хиздай Креско в своей книге «Ор Хашем» «Свет Господа» сократил количество принципов до шести. Бог все знает, Бог наблюдает за созданиями, Бог все может. Пророчество, наличие свободы выбора у человека, награды и наказания, то есть, и наличие конечной целетворения. Шесть пунктов. Его ученик Раф Йосиф Альбо продолжил эту линию и сократил их до трех, опять же, объединив эти шесть уже в три. Первое – существование Бога, куда включается, что у него нет тела, он один, он создатель. Второй пункт – Тора с небес, пророчество, пророчество Муше, вечность и неизменность Торы. И третий пункт – награды и наказания, что включает в себя грядущий мир, воскрешение и мертвых. Тенденция последних поколений в том, чтобы свести весь иудаизм лишь к одному принципу – Тора с небес. То есть, вот это вот тринадцать, потом шесть, потом три, и все это сводится к понятию Тора с небес, что есть что-то, во что мы должны верить, и как мы должны это назвать. Почему бы не оставить принцип награды и наказания? Потому что то, что каждое действие имеет последствия, мы это можем видеть и из природы. Наблюдая за реальностью, мы можем сделать такой вывод. Почему бы не оставить принцип существования Бога? И тут уже интереснее. Потому что мы не можем по-настоящему постичь его существование. Более того, само понятие существования некорректно по отношению к Богу, поскольку невозможно вместить божественность в человеческие понятия «существует» и «не существует». Так же, как о свете нельзя сказать, что он сладкий или горький, так же нельзя сказать о Боге, он есть или нет. И поэтому есть тенденция утверждать, что главный принцип, на котором стоит иудаизм, это даже не есть Бог, а Тора с небес. То есть, божественное происхождение Тора имеется в виду. Можно это сформулировать по-другому. Основной вопрос, на который отвечает иудаизм, он не в том, есть Бог или нет, а в том, есть откровение или нет. Можно сказать другими словами, что еврей не может ничего утверждать о Боге определенного, но он может зато с уверенностью сказать, что Бог разговаривает. И стих «И сказал Господь Моисею, говоря, в Торе встречается десятки раз». И он как раз является уникальной особенностью учения Моше, уникальной особенностью иудаизма. Из всех писаний священных сказал Бог Моисею. Само понятие, что Бог разговаривает. И в этом подходе, подходе откровения, есть еще два важных момента. Во-первых, вера в нем представлена как нечто живое и динамичное. Кто-то обращается к кому-то и говорит с ним напрямую. В то время как вера, основанная на рациональных доказательствах существования Бога, когда мы должны что-то выучить, запомнить и в это верить. Такая вера приводит человека к некому статичному содержанию. В нем нет динамичного эмпирического измерения. То есть, когда я разговариваю, я разговариваю с какой-то непостижимой для меня личностью. И по большому счету она для меня является какой-то бесконечностью. И я не могу предположить, как там дальше это будет отвечать. Поэтому вера, основанная на диалоге, на откровении, она всегда динамична. В отличие от веры, основанной на постулатах каких-то. И второй момент. Если бы не вера в откровение, тогда иудаизм не мог бы предъявлять никаких требований к человеку. Вера, потому что вера в Творца не является естественной. И человек, который не слышал ничего о традиции откровения, он не способен верить в трансцендентного Бога. То есть, как бы, с трансцендентным Богом, Богом, который вне, как бы, эмпирической реальности, которую мы можем как-то постичь опытом. Такая вера неестественна для человека, и она передается только через откровение. Если вот эта сущность, которая за пределом опыта, обратится к нам. И трансцендентный Бог, который, с одной стороны, создал мир, который, с другой стороны, он интересуется каждой деталью нашей жизни. Вот это совершенно было непонятно для древнего человека, ну, для каких-то других концепций, других религий, которые были до Иссенатского откровения. При этом мы знаем, что вера является естественной с полностью человеческой души. Мы это слышали в других религиях, психологии, что человек должен во что-то верить. Но та вера, которая является естественной склонностью, это вовсе не вера в трансцендентного Бога. И та вера, которая присуща природе человека, это скорее вероязыческая. В конечном счете, это вера в идолов. Хотя эта вера основана на глубоком и серьезном отношении к силам природы, но при этом эти силы, те, которые находятся внутри мира, а не вне его. Вот такой первый пункт. Дальше мы будем более глубоко обсуждать понятие веры. Есть какие-то комментарии, вопросы пока? Да, я хотел бы здесь немножко вмешаться. Во-первых, принципы Маймонида – это не то, что мы должны в это верить, если мы религиозные евреи. Маймонида хотел, если я правильно понимаю, сделать как аналогично исламу или христианству, сформулировать, что является принципами веры, а кто это не разделяет, тот не является вполне правильным евреем. Что вообще само по себе подверглась критике? То есть сама попытка Маймонида определить иудаизм через несколько постулатов – это сама по себе идея проблематичная. И именно она подверглась критике. Не просто сокращать число принципов, а вообще то, что принципы определяют иудаизм – это само по себе сомнительно. Это первое. И хотя действительно их как бы всюду перепечатывают, это довольно большой вопрос. Теперь я сомневаюсь, что те, кто пытался сократить, что они пытались объединить, чтобы было поменьше текста. Это совершенно не в этом дело, я думаю. Какая же связица, текста немножко больше или немножко меньше? Они пытались сократить именно, что является такими принципами, без которых человек не может считаться правильно евреем. То есть, например, награда и наказание. А если человек не верит в награду и наказание, то что, он уже не является евреем, он уже нарушитель, он уже не еретик или нет? Можно быть вполне в рамках иудаизма и не верить в награду и наказание, а считать, что это вообще пункт. Ну, как вообще мы можем это знать и вообще его убрать? То есть, я не согласен, что это было объединение принципов. Это было именно убирание принципов. Причем убирание не в том смысле, что мы с этим не согласны, а убирание в том, что эти принципы являются фундаментальной как бы основой иудаизма, а без них это уже некие еретические взгляды. Именно в этом смысле сокращение, а не в том, чтобы было поменьше текстов, к которым мы должны верить. Теперь, и поэтому, например, сокращение принципов – это не их объединение, это именно выделение того, что в иудаизме такое, без чего иудаизм не может. И вот в этом смысле, что Татарас не был, является самым главным именно потому, что существование Бога – это вопрос о том, что само слово существование, как ты правильно отметил, относится к тому, чтобы быть внутри этого мира. В этом мире может существовать и не существовать. А в трансцендентном непонятно, можем ли вообще использовать этот термин. И поэтому пункт существования Бога убираем не для сокращения места, а потому, что он неверифицируемый. И само слово существование неприменимо. Ну и так далее. И вот эти, например, нематериальность Бога – начало и конец всего. Нематериальность Бога – это вопрос по лимике Маймонида с людьми, которые в его время пытались как-то сформулировать именно материальность Бога. В каком смысле, я не знаю, мне это надо оценить в средневековой философии. Но для нас это просто не актуальный принцип. Ну, ты еще скажи, что Бог не состоит из атомов и молекул. Или там скажи, что Бог не сидит на облаке. Ну, это в этом включает принципы фундаментальные, как бы это очевидность. И так далее. Поэтому сокращение еще раз – это важно для того, чтобы выяснить, что является самым главным. И вот там уже дальше. Действительно, то, что самым главным является шатарас неба, это действительно фокусирование на главные вещи, которые для нас важны в иудаизме. И здесь надо отметить, что неестественность взгляда на трансцендентного Бога – это очень важный пункт у Рава Шерки, потому что мы можем в очень многих местах в сегодняшних книжках найти, что вера – это вещь очень естественная, что якобы дети тоже верят с самого начала. Естественно, все верят, а потом там культура их учит не верить. И Рав Шерки говорит, ничего подобного. Они верят, естественно, в игропоклонскую систему, что за всем у каждого есть там предметы, есть за ним своя душа. И та вера, которая естественна, это вовсе не вера монотеизма, это вера игропоклонства. А даже не имеет никакого отношения по-настоящему к иудаизму, потому что на самом-то деле в иудаизме главное – это откровение. Вот эта позиция Рава Шерки очень важная, мне кажется, очень существенная, именно потому, что она идет против многих популярных книг сегодня. И вот это, что Тарас Неба и Бог вообще с нами разговаривает и само по себе, что иудаизм – это прежде всего религия откровения, вот это действительно очень важный момент. Это то, что я хотел сказать. Можно так сказать, что талмудический иудаизм был в большей степени религией откровения, именно поэтому современники Рамбама противились самому понятию, чтобы всю эту вирус ввести к принципам, потому что это был уход как раз от концепции откровения. Нет, 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 нет. Я не думаю, что в этом дело. Я думаю, что они не хотели свести это к принципам, именно потому, что совсем не из-за откровения, а из-за того, что они воспринимали университет и университет и систему жизни. То есть, грубо говоря, следует тому, что сказано в Таре. И дальше маймонит пытается следуя тому, что сказано в Таре, свести к этим принципам. Они говорят, нет, к этим принципам не сводится. Тара не может сводиться к принципам. И это как делели шамань. Когда спрашивают сущность Тары спрашивает там язычник или потенциальный гер спрашивает у делеля. Он говорит там не делай другому то, что не хочешь делать тебе и все остальное комментарии. А шамань говорит нет, прогоняю тебя, потому что невозможно свести к одному принципу. То есть, делели смог, но действительно ли принцип делели, что вся Тара это не делает другому то, что не хочешь делать и что делали тебе. Ну, конечно, нет. Это просто делель застрел. Он дал это в рамках вопроса этого человека. Но, по сути дела, свести все Тару, что не хочешь того, не делай другому то, что не хочешь и делай тебе, ну, это никак невозможно. То есть, в детском смысле, шамань, который прогоняет человека, сдающего такой вопрос, он и противодействует тому, чтобы свести Тару какой-то одной фразе или какому-то одному принципу. Хоть к одному, хоть к тренадцати, какая разница. И вот в этом смысле, мне кажется, что другие мудрецы, не то современники, Амбам, а то другие средневековые, уже средневековые, позже тоже, просто не хотели такого сведения, потому что они не хотели, не считали, что невозможно это сделать, что это неправильно в принципе, что еврейство это следование определенной системе жизни, а вовсе не набор теоретических утверждений. А Маймонит, который, так сказать, ну, если так можно сказать, математически смотрит на иудаизм, вот для него это прежде всего вот этот вот набор. Ну, так он так хотел сделать, так как бы сформулировать иудаизм, но в общем это не получилось. Хотя, конечно, со всеми принципами более-менее все согласны, но не согласны, что это является критерием. Здесь такое, мне кажется, когда Елели и Шамай сводили к одному принципу, там был не абстрактный принцип, там было указание, да, то есть они были все-таки врата. Это Елели сводил, а Шамай не сводил. Ну, хорошо, Елели свел к поведенческому принципу. Вот это вот вся тара. Но почему это вся тара? Это вот большой проблем, что это вся тара. Это один из вариантов. То есть один вариант такой, такую проекцию можно сделать, но такая проекция никак не исчезает руку. То есть также можно сказать, что одна из проекций иудаизма это 13 принципов Рамбама, а можно сделать много других проекций, где ничего такого не будет вообще, и принципов не будет в принципе. Но хотелось бы, чтобы какой-то принцип был. Вот этим единственным фундаментальным принципом остается тара с неба. То есть диалог Бога и человека. И не в детской овении. Мне кажется все-таки странно, скажем, когда ты говоришь Пинхрест, да, во-первых, иначе не будет считаться евреем. Ну, как бы тут не речь идет про евреев. Во времена Рамбана как бы нерелигиозных евреев не было. На сегодня есть огромное количество евреев, которые по галахе являются евреями. Тем не менее, они не религиозные. Речь идет о людях даже не то, что религиозных, но и нерелигиозных. Речь идет о том, люди, которые себя относят к такому течению иудаизма, который называется артодоксальный. Нет артодоксального еврея, который отрицает один из 13 принципов Храма. Он их говорил утром в Тфиле. Человек, человек религиозный может себя называть вообще, человек может называть как угодно. Но если он артодоксальный еврей, он не может отрицать один из 13 принципов Храма и вообще не принимать их. Поэтому разговоры о том, что может быть так, может быть это. Ради Бога, каждый может трактовать как он угодно. Но есть некоторые Престизия, она называется ортодоксальный иудаизм. Все, с этим ничего делать не важно. Во-первых, давай начнем с того, что в эпоху Рамбама термин ортодоксальный иудаизм совершенно неприемлем. Для Рамбама иудаизм, он и есть ортодоксальный иудаизм. А евреи равно иудаизм для Рамбама. Поэтому сегодня мы можем сказать так, но во имена Рамбама это совершенно нерелевантно. Но я тебе могу придумать еще десяток принципов. Например, Бог не сидит на облаке. Добавь его в эти тренадцать принципов. Или придумать можно еще все, что угодно. Ты можешь придумать, да и Бога. Нет, 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 я тебе скажу секунду. И все ортодоксы будут согласны с тем, что я сформулирую. И это очень легко. Только считать, что это и есть фундаментальный принцип, и в этом большой вопрос. Нет проблем. Я согласен, что все ортодоксы согласны с тринадцатью принципами Рамбама. Но я тебе хочу сказать, что если у тебя будет ортодокс, который тебе скажет, послушай, здесь вот этот принцип, который ты здесь формулировал, я не могу его верифицировать в существовании Бога. Потому что существование, в самом деле, это вопрос проблематичный. Потому что существование, это человек в этом мире. А если трансцендентно, то мы не можем сказать существование. Поэтому этот пункт мне не нравится. Потому что для меня существование и несуществование – это равно неприемлемо по отношению к Богу, потому что это трансцендентно. Понимаешь? И ты его не можешь никак убрать из-за эндоксального иудаизма. Хотя он скажет, что этот принцип мне не нравится. Он для меня такой же бессмысленный, как то, что Бог не сидит на облаке. Бог – это не дедушка, который сидит на облаке. Это верно, конечно, но это совершенно бессмысленно. И в этом смысле можно многие пункты критиковать. Ну, например, там знакомый нам всем Боря Шапира предлагал поменять формулировку «всезнание Бога» на «достаточное знание Бога», считая, что слово «всезнание» ему не нравится из его теологических самовыражений. Ну, можно это обсуждать, разумно это, неразумно заменить. Но уж никак нельзя сказать, что человек предлагает все знания заменить на «достаточное знание» или иметь формулировку, что он из-за этого не будет в эдоксальном евреем. Будет, конечно. То есть, или награды и наказания. Человек говорит, а я не знаю, что такое награды и наказания. Я в это не верю, потому что это невозможно совершенно проверить. Вот есть полно того, что есть люди, которые никак не получают ни награды за хорошие поступки, ни наказания. Поэтому абсолютизировать награды и наказание мне не нравится. Я, в принципе, согласен, но я совершенно не понимаю, что это такое. Поэтому хочу этот пункт убрать. И это не будет тем, что он после этого не является эдоксальным евреем. То есть, или приход Машеха. А что такое приход Машеха? Машех – это эпоха. Машех – это человек. Машех – это развитие цивилизации. Это очень большой вопрос. У Рамбама, кстати, есть законы прихода Машеха. С этими законами можно ли спорить? Конечно, можно. И очень может быть, что Машех будет совсем не так, как он по Рамбаму описан. Но Маймонид-то считал, что это приход Машеха в том смысле, в котором он сказал. А если я понимаю приход Машеха совершенно иначе, является ли он не эдоксальным евреем? Не является ли он выкинутым из эдоксального евреем? Нет, конечно. Потому что приход Машеха можно понимать по-разному. Или воскрешение мертвых. А что такое воскрешение мертвых? Каким это образом будет? В каком смысле воскрешение мертвых? То есть очень многие здесь вещи настолько абстрактны и теоретически, что не то, что их можно вычеркнуть, а их можно подвергнуть критике до такой степени, что само содержание этого пункта станет очень расплывчатым. И поэтому считать, что вот так прямо это 13 принципов относится к иудаизму ты или нет, если их выделяешь, это очень сомнительно. Именно поэтому хотели сократить количество принципов, а вовсе не за количество. И вот их свели к одному принципу фундаментальному, это Тарас-небо. И вот это, мне кажется, и является описанием процесса. Ну, по этому принципу Тарас-небо консервативные, даже, наверное, реформисты, они ничем не отличаются от Ататаруси. Нет, нет. Консервативный эмпоизм тоже сказал, что это Тарамя Шамай. А чем он не отличался от Ататаруси тогда? Ты ошибаешься. Консервативные так не скажут. Извини. Консервативные скажут иначе. Консервативные скажут, что Тара, это мы сами сформулировали, потому что были в неком чувстве связи с Богом. Совершенно нет того, что Тара дана с неба. А у реформистов вообще этого не будет, в принципе. У реформистов будет, что у человека есть некое религиозное чувство, которое пытался зафиксировать. А вовсе не Тара с неба. А как раз принцип откровения – это совершенно артодоксальный принцип фундаментально. Я не очень понимаю вообще разговор. Понимаешь, что значит считаться артодоксальным иудаизмом? Понимаешь, у человека что, висит Теуда, у тебя на стенке висит Теуда, Пинхас-Полонский – артодоксальный иудаист, да? А у другого она не висит. Такой Теуды вообще нет. Это некоторое, я думаю, согласие людей, которые являются религиозными. Кроме того, они выделяются в некоторую группу, которая говорит, мне так кажется, которая говорит, мы придерживаемся некой традиционной рамки. Да, мы понимаем, что время менялось, что надо что-то такое менять. Но это происходит медленно. Мы, мы, ретрограды, мы придерживаемся некоторой рамки, даже, даже, если нам она кажется на сегодняшний день, сомнительно какой, но тем не менее находимся внутри рамки. И поэтому мы ортодоксы, мы орто. Мы ортодоксы. Поэтому и называются ортодоксы. Все, все, все. Каждый человек, любой человек, еврей, религиозный, нерелигиозный, который говорит, мне это вообще ничем не обязывает. Мне это вообще все, совершенно, я могу это критиковать. Ради бога. Ну тогда, тогда ты не находишься внутри жесткой рамки. Человек может сказать, в айпеде нет ничего, что связано с огнем. Полный бред, полный бред. Его не включать. Очень может быть, что любой разумный человек скажет, да, ты прав, но включая айпед в субботу, он не может говорить, я нахожусь внутри многовековой религиозной традиции. Я ортодоксальный еврей. Нет, не может. Хотя вообще может быть, что он прав в 100%. Никакого огня там нет. Значит, относительно айпеда это отдельный вопрос совершенно. Но относительно того, что именно ортодоксальный иудаизм не случайно, не сегодня, а уже давно, скрестка с реалью, начиная, сократить пытался количество принципов, но это не случайно. Правда? И они пытались сократить именно, чтобы сформулировать, что является главным. И они сказали, что наградные наказания или нематериальность Бога – это несущественные вещи. Это они сами и… Пинхас окончательно пропал. Но я не знаю. Да, поскольку он ведет запись, мы ничего сделать не можем. Я не могу. А, я могу. Так меня слышно? Да. Да, сейчас слышно. Окей. Я хочу сказать, что тара с неба, то есть, то, что именно та тара, которая у нас есть, не вообще, чтобы Бог входит диалог с человеком, а вот та тара, которая у нас есть, и письменная, и устная, это тара с неба, это действительно совершенно фундаментальный принцип ортодоксального иудаизма, и реформисты, и консерваторы его точно не принимают, а именно в этом смысле сокращение принципов, то есть, именно тех принципов, которые являются определяющими для ортодоксии, опять-таки, ты можешь с этим спорить, но и то, что это не является как бы галахой, но, тем не менее, вот сформулирование, сведение его к одному принципу тара с неба – это вполне как бы важная вещь, стоит подчеркивать, здесь действительно важно, во-первых, что Бог говорит с человеком, то есть, есть откровение, не просто чувство религиозное, не просто ощущение, а именно откровение – это важнейшая вещь, которая, конечно, не сводится к сотворению, и действительно, иудаизма и религия – откровение, и что самое фундаментальное – са тара, которая есть у нас, что это тара с неба, и вот это действительно очень важно. – Потому что ты говоришь и тара устная, и тара письменная, да, что значит тара устная? Я прошу прощения, но мы поговорим примеры, которые близки как бы к нам. Пинкас Полонский написал «Библейская динамика». Комментарий Пинкаса Полонского «Библейская динамика» – это тара с неба? – Нет, 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 извини. Вот тара с неба устная – это общий принцип того, что устная тара комментирует письменную в том, как галаху соблюдать. Под устной тарой понимается не любой медиаше комментарий, а именно галахический комментарий. – Значит, галахический комментарий, который как бы одобрен, который принят в качестве… То есть, грубо говоря, iPad, iPad, не включение iPad в субботу – это тара с неба. – Нет, совершенно неверно. Не включение iPad в субботу – это сегодняшнее решение, а тара с небом – это уровень тара с небом. Вот не зажигание огня в субботу – это тара с небом, а как относиться к iPad – это вопрос современной галахии. – Окей, ируф – субботние запреты переноса вещей на определенное пространство, на определенное расстояние, которое называется ируф. Ируф – это тара с небом? – Это ируф – это дарабанан. – Ну, хорошо, но я спрашиваю, это тара с небом? – Это тара с небом, в смысле того, что это дарабанан, то есть, постановление мудрецов, и мудрецы имеют право выносить постановление. – Окей, но на сегодняшний момент принято ортодоксальный еврей, он соблюдает ируф, правильно? Он будет таскать вещи в том месте, где нет ируфа, правильно? – Да, конечно. – Окей, значит, ируф – это тара с небом. – Ну, это тара с небом, в смысле того, что это постановление мудрецов. Пока его не отменили, это таразь неба. Конечно, конечно. Окей. Ну, хорошо. Что говорит Рав Шерке? Адей? Для Рава Шерке важна концепция диалога. Диалога Бога и человека. Соответственно, все остальное уже приходящее, все остальное уже второстепенное. А главное, вот это вернуться к тому понятию Торы, которое было на Синае. Вот так, мне кажется, считает Рав Шерке. Ну, это на мой взгляд, это вообще настолько расслучатая вещь. Гораздо более расслучатая 13 принципов Рамбама или 6 Крескоса или 3 Раба Йосефа Альба. Значит, вернуться к диалогу. Я дико извиняюсь и всех присутствующих здесь, и вообще тех, кто его услышит. С кем-нибудь Господь разговаривал вообще, человек вживую. Один из известных вам людей может сказать, я провожу диалог с Богом. Скорее всего, что он закончит на следующий день, его отправят в психическую больницу. И будут лечить, потому что справедливо подойдет, человек сумасшедший. И диалог нашей ситуации. Это Бог мне сказал, что делать, и я это делаю. То есть, если я это делаю, то я нахожусь с ним в диалоге, я так понимаю. Ну, послушай, сколько людей, не дай Бог, берут нож, кого-то убивают, или еще делают какие-то вещи, говорят, со мной разговаривал Бог, у меня было это. Ну, их судят вообще, определяют, они релеванты, они релеванты, они дееспособны и так дальше. Я не очень понимаю, что такое. Когда это говорится на уровне, как бы, пророков или книг пророков. Ну, хорошо, это мы все, как бы, считаем, опять, в рамках традиции, действительно, все пророческие книги, а, блин, написаны в результате диалога и там, и так дальше. Но говорить про сегодняшнее время, где этот диалог? Где этот диалог? В чем он выражается? Когда приводят примеры, тот же Раф Шеркин, ну, про шестидневную войну, выживание. То есть, это все какие-то аргументы, которые, как бы, сопутствующие. Они не выражают то, что мы понимаем под разговор Бога с человеком или с еврейским народом. Мне это не очень понятно. Я не знаю, если кому-то более понятно. Пускай расскажет. Я думаю, что, когда говорится «Тара с неба», то имеется в виду именно для Иоанна Тары Несиная, еще раз, письменные устные, что они все идут с неба. И главное, что это та тара, которая есть у нас, что она, тара с неба, в этом смысле. А продолжение диалога, ну, разумеется, оно идет не путем откровения, а путем, как бы, общего восприятия хода истории. Дальше это уже наш вопрос, как диалог в наше время. Но исходно, чтобы в основе иудаизма лежит откровение, здесь, по-моему, спора нет. Окей. Ну, и точно так же, как была дарована Тора, да, было даровано право еврейскому народу ее толковать согласно поколению. И через это продолжается диалог во всех поколениях, я так понимаю. Окей. Ну, конечно, что значит, опять, я вот буквально одна, я не понимаю, что значит продолжается диалог. То есть я совершенно четко тоже понимаю, что то, что происходит с еврейским народом и его отношение, его история, она совершенно уникальна. Но сказать, что эта вещь не происходит у других народов, почитайте любую классическую книгу о мифах. Мифы живут у народов, они тоже в каком-то смысле ведут диалог. В том смысле, что они, у них эти, не знаю, обычаи, или как они это делают, это, можно сказать, леавдель, они повторяются, они репродуцируются в каждом поколении. И так дальше. То есть нет того, что это что-то супер-дупер уникальное, уникальное в том, что какая-то вещь продолжается на протяжении поколений. Это есть у других народов тоже. Я думаю, что нет. Почему? У других народов совершенно нет того, чтобы их мифы как раз продолжались. Вот, например, у христианских народов все их исходные мифы заменены на еврейский нератив. Но у исламских народов тоже все их исходные мифы заменены на исламский нератив. То есть у всех авраамических религий, в общем-то, один и тот же базовый нератив, а вовсе не миф этих народов. Это рядом книжка была, могу показать. Но неважно, сэта. Я могу ее взять. Нератив – это, опять же, не значит диалог. Да, они живут в какой-то реальности, как они ее сами понимают. Но как раз то, что базово все народы, которые были авраамические религии, то есть христианство, ислам, что они, в общем-то, перешли на еврейский нератив, вот это, мне кажется, фундаментально важным, а вовсе не остались на своем неративе. Но если взять, не знаю, там русские сказки, то русский народ живет именно на библейском неративе, там православном, но никак не на неративе русских сказок. Больше наратив там русских сказок, он очень узкий и локальный, и как раз определяющим является Библия, а вовсе не сказки. Ну да, но Библия не понимается как диалог. Ну вот я, например, как вышедший из христианства, да, вот в 17-м году 20-го века уничтожили православие. И потом в конце 20-го века оно стало возрождаться. И когда оно стало возрождаться, никто не задумывался о том, за что его уничтожили. То есть вот так, как оно возрождалось, ну то есть я был в этой культуре, наблюдал за этим. Не было такого, а что мы наделали, почему с нами это произошло, нам нужно сделать эту работу над ошибками. Ничего подобного. Просто вот нас уничтожили, вот они гады, а мы теперь все возвратим. То есть вот тут нету как раз, за что это мне было. Как у общности, у народа такого нет. И в этом, мне кажется, как раз доказательство, да, что вот здесь диалога нет. А еврейский народ всегда ведет этот диалог, да, вот если посмотреть, всегда за что, почему, и вот именно как общность ведет. Окей, мне кажется, надо двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Следующий пункт называется «Вера». Чтобы двинуться дальше, нам нужно разобраться с определением, да, что мы будем считать верой, а что мы верой считать не будем. Итак, сегодня принято определять веру как то, что не может быть доказано. И на самом деле это противоречит оригинальному значению этого понятия. То есть вера – это то, что доказано как истина. И, например, цитата из книги Кузыря. Итак, когда пришел Моше, у людей были точные знания о небе и земле. И поэтому мудрецы сынов Израиля, которые согласились с Моше, они проверяли, они исследовали, да, то, что он говорит. То есть у них не было полной веры в то, что Бог будет говорить с плотью и кровью. Да, и когда приходит Моше и говорит, что со мной говорил Бог, они его проверяют. То есть они оставались в сомнении до тех пор, пока Бог не дал им услышать свое слово. И поступали они так не из глупости, а из мудрости, потому что они опасались, нет ли в знамениях Моше каких-то холдовских манипуляций, прочих уловок, которые не выдержат их испытания. А божественное дело, подобное чистому золоту, которое при испытании показывает, что каждая его монета вдвое ценнее. И поэтому мы должны именно разобраться, каковы доказательства веры в то, что Тора с небес. Мы обсуждали, да, Тора с небес, не с небес. И тут Раф Шерки говорит, что мы должны не просто в это верить, принимать это как есть, а мы должны это доказать и тогда уже верить. И теперь мы займемся доказательствами. Итак, откровение на горе Синай. И теперь будем читать и анализировать текст Торы. 19 глава книги «Исход». На третий месяц после исхода сынов из Израиля из Египта в этот день они пришли в пустыню Синай. И двинулись из Рефидим, пришли в пустыню Синай, расположились с Таном в пустыне. И с Таном стоял там Израиль напротив горы. То есть сыны Израиля достигли очередной остановки в своем путешествии в пустыне. Если бы их спросили о значении этой остановки, они бы, скорее всего, ответили, что это очередная стоянка на пути в землю Израиля. Вопреки распространенному мнению, народ Израиля вовсе не ожидал получить Тору. Находясь в Египте, они ждали Избавителя, который выведет их из рабства и приведет в землю Израиля. Землю, которая, согласно национальному преданию, была обещана их предкам в союзе с Богом. «Пришел Муше, объявил, что он есть тот самый Избавитель, который выведет их из Египта и приведет в землю обетованную». Когда он действительно вывел их из Египта, они поверили, что он Избавитель. И ждали исполнения второй части обещания, то есть входа в землю Израиля. Про Тору тут ничего нет. Итак, они располагаются на стоянке, Моисей пророчествует и получает очередное пророчество от Бога. И каково же содержание этого пророчества. Продолжаем вот это. «Вы видели, что я сделал египтянам, а вас поднял на крыльях орлиных и принес к себе. И теперь, если вы будете слушаться голоса моего и хранить мой союз, то будете моим избранным уделом из всех народов, ибо моя вся земля. «И вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешься нам, Израиль. Всевышний сообщает что-то новое. Что у народа Израиля есть универсальная религиозная миссия, которую он до этого не раскрывал. Миссия эта выражена здесь так. «Царство священников и народ святой». И дальше. «И пришел Моисей и созвал старейшего народа, и изложил перед ними все эти слова, которые заповедовал Господь». То есть, когда Моисей передал вот этот план, абсолютно новый для них, универсальный и религиозный, это было для них новостью, поскольку от предков они знали только о приходе Избавителя, который должен привести их к землю Израиля. А никаких преданий о Торе, никаких религиозных делах они не слышали. Поэтому слова Моше вызвали у них недоверие и сомнение. Это действительно слово Бога или, может быть, какая-то религиозная философия, которую выдумал Моше в дворце фараона или в Медьяне? А в понятиях того времени это и звучало еще более остро. Может быть, это другой Бог, а не Бог наших отцов, является через Тору, Моше, того Избавителя, который пришел. И вот это их недоверие видно в следующем стихе. «И ответили они, весь народ вместе, и сказали, все, что говорил Господь, исполнен». «И передал Моше речи народа Господа». Акцент в этом стихе на том, что народ желает делать только то, что Господь сказал, а не то, что Моше говорит. «Все, что сказал Господь, исполнен». И это подчеркнуто и в следующем стихе. «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, чтобы слышал народ, как я говорю с тобой, и также тебе будут они верить вовеки». И пересказал Моше слова народа Господа. То есть у них идет такой диалог с Богом через посланника. «Мы, говорит, не верим». Моше требует от Всевышнего, говорит, они мне не верят, нужно как-то доказать, есть какая-то проблема недоверия. И здесь Бог ответил, что необходимо откровение, чтобы народ убедился, что учение Моше истинное. И также толкует и Раши. Они говорят, что хотят услышать тебя. Услышать из уст посланника не то, что услышать из уст самого царя. Мы хотим видеть нашего царя. То есть посланник не так надежен, как царь. Возможно, он что-то добавляет к его словам, к словам Всевышнего, или что-то недоговаривает. Завет с отцами включал в себя национальные компоненты – народ и земля. И когда Моше пытается добавить религиозные компоненты царства священников, народ святой, тогда народ требует прямого откровения Бога. Мы хотим видеть нашего царя. Также Ирамбам поясняет, что откровение на горе Синай было необходимое для подтверждения пророчества Моше. И вот что он пишет в законах Хасмуфтора 8.1. Израильтяне поверили в Моше не из-за чудес, которые он совершал. Ведь тот, кто верит из-за чудес, сомневается в своем сердце, что, возможно, чудеса сделаны при помощи колдовства и магии. Но те чудеса, которые совершал Моше в пустыне, были сделаны не с целью подтвердить истинность пророчества, а по необходимости. Нужно было утопить египтян, рассек море, утопил их в нем, нуждались в пище, принес ман, страдали от жажды, высек источник в камне, восстало общество короха, их поглотила земля и также все остальные чудеса. Когда же народ поверил Моше? Народ поверил Моше во время Синайского откровения, когда наши собственные глаза видели, а не чужие, наши собственные уши слышали, а не другой пересказал нам, что пересказал тот огонь и те голоса и языки пламени. Это то, что мы видели и сами слышали. И мы слышали «Моше, Моше, иди, скажи им так и так». То есть они сами это слышали. Откуда видно, что Синайское откровение было несомненным доказательством истинности его пророчества? Сказано «Вот я прихожу к тебе в густом облаке, чтобы услышал народ, как я говорю с тобой, и поверил тебе навсегда». То есть откровение было для того, чтобы народ поверил Моше. из всего этого видно, что до Синайского откровения народ верил Моше не полностью, и в их вере были сомнения и колебания. То, что Синайское откровение было для Израиля чем-то неожиданным, видно также из слов, с которых начинаются десять речений. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Почему Бог решил начать с этого? Почему Он решил себя определить перед слушателями через исход из Египта? Вопрос. Попробуем составить аналогичное предложение с таким же строением. Например, «Я Ицик, мы познакомились вчера на рынке». Человек по имени Ицик представляется, напоминает о предыдущей встрече какой-то, которая произошла между ними. Для чего Он напоминает эту прошлую встречу? Потому что сейчас Ицик выглядит иначе, чем вчера. Вчера Он был в рабочей одежде, а сегодня Он шикарно одет. Поэтому Он говорит, не удивляйся, я тот же самый человек, я тот же Ицик, с которым мы вчера познакомились. Так объясняет Раша, вот этот первый стих, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской», что на море Он явил себя могучим воителем, а здесь Он явил себя милосердным старцем. «Не думай, что есть две власти. Я тот же, кто вывел тебя из Египта». Поэтому он так представляется вначале. Во время исхода народу было ясно, что Бог преследует политическую цель – привести их к землю Израиля. Поэтому Он перестал перед ними в образе героя, который ведет войну. Однако на горе Синаи они услышали, что Бог хочет дать им Тору. Это другая как бы идентичность. И теперь Он предстает перед ними, как седовласый старец, глава Ешивы, например. Бог, который хочет привести их к землю – это Бог отцов, политическая идентичность. А Бог, который хочет дать Тору – это Бог Моше, религиозная. И поэтому Бог говорит «Я тот же». То есть глубинный смысл первых слов Десяти заповедей в том, что нет разделения между религиозным и политическим. Из отрывков, описывающих откровения на горе Синаи, видно, что принятие Торы не было чем-то само собой разумеющимся. Сыны Израиля не готовы были принять никакое чудо, как абсолютное доказательство миссии Моше. И только услышав голос Бога, они убедились. Видимо, слышать голос Бога – это нечто принципиально иное, чем любое возможное чудо. И это может убедить даже скептика. И отсюда следует вывод, что событие на горе Синаи не было обманом, поскольку произошло на фоне крайнего скептицизма со стороны слушателей. Эта история также учит нас и позитивной роли сомнения. Если бы евреи приняли Моше, не сомневаясь, тогда бы они не удостоились вот этого прямого откровения. И тогда бы сегодня у нас не было прочной основы достоверности Торы. Пока все. Есть какие-то вопросы, комментарии? Но это все относится только к эпохе дарования Торы. К нам это очень трудно перенести. И мы сейчас выясняем, как нам доказать ту старую историю, разбираем, чтобы из нее найти доказательства того, что мы сейчас верим в Тору с неба. Ты понимаешь, это общий такой принцип. Можем ли мы доказать тем, что тогда много народу видело, и вряд ли бы они написали, дали нам текст не об этом. Но ведь всегда может быть вопрос, является ли доказательством то, что вот мы нам сейчас об этом сообщают. А вдруг это придумано? А вовсе никакого не доказательства. То есть, я знаю, что Кузари приводит это как доказательство, что не могли бы люди такое, так сказать, про себя написать, если бы этого не было. Но для современного человека это очень сомнительно. Ну да, на самом деле можно написать и так, что массы примут и будут как бы массы верить в то, что это было так. Поэтому к этому применять слово «доказательство». Для них это, может быть, было доказательство. Но для нас то, что описано в этих текстах, ну не является доказательством с моей точки зрения. То есть, я бы очень сомнительно к этому отнесся, к попыткам доказать. То есть, пока мы остаёмся на том, что вера – это то, что невозможно доказать. Или ещё... Ну да, я бы сказал, что вера – это вопрос выбора. А слово «возможно доказать» и «невозможно доказать» – это само по себе мне не нравится очень термин. Потому что само слово «доказательство» – это вопрос тоже выбора. То есть, что мы считаем доказательством. И вот это вот вопрос выбора. Это, кстати, очень существенный вопрос. Что вера – это то, что нельзя доказать, а якобы там науку можно доказать. Можно доказать науку только в том смысле, что под доказательством мы согласились понимать то-то и то-то. И это тоже вопрос выбора. То есть, я бы шёл не по линии, что вера – это то, что может быть доказано или не может быть доказано. А само понятие «доказательство» – оно вовсе не абсолютно. Понятие «доказательство» – это то, что мы решили считать доказательством. Это тоже предмет соглашения или выбора. Так выбор – это и есть как раз то, что не может быть доказано. Я отношусь так ко всему абсолютно. Тогда вообще ничего не может быть доказано. Может ли быть доказано, что 2 же 2 равно 4? Ответ – это наш выбор считать это доказательством. Или ты говоришь, что то, что мне совершенно очевидно – это доказано. Вот я ощущаю, что я здесь чувствую стол. Значит, что это доказано. Это эмпирическое доказательство, что стол существует. Но окей, это и есть наше соглашение о том, что считать доказательством. В очевидных случаях с этим согласятся все. Чем дальше к пограничным случаям ты сдвигаешься, то тем более будет сомнительно. Я тебе скажу, что в самой математике доказательство многих современных теорем выглядит таким образом, что их вообще трудно считать очевидными, что они очень-очень запутанные. Является ли это доказательством? Ну, ответ. Раз математики согласны, что это доказательство, то это доказательство. Но были математики, которые пытались по-другому пойти. То есть, само понятие доказательства является расплывчатым. Поэтому я бы не стал говорить, что вера – это то, что может быть доказано или не может быть доказано. А само доказательство – это вопрос выбора. Хотя, еще раз, в очевидных случаях согласятся все, а в неочевидных случаях, чем дальше от центра, чем более на периферию понятие доказательства, тем больше будет и Асбеллт, и Шатани. И вера, она где-то вот с этим как бы коррелирует. Ну, в смысле, что кто-то считает, что это доказано, а кто-то считает, что это вовсе не доказательство. Это вопрос, что считать доказательствами, что выбирать как доказательство. А уже потом вера может быть доказана или нет. Да, интересно. То есть, я бы подвергнул как бы такой деконструкции, если так можно выразиться, само понятие доказательства. То есть, мы можем вместо вера – это не то, что не может быть доказано, вместо этого более корректно написать вера – то, что я выбираю. Конечно. Вера – это то, что я выбираю. И доказательство – это тоже то, что я выбираю. Само понятие доказательства. Вот, как бы, его нужно в некотором смысле, я бы лишил понятия доказательства статуса объективности. Ну, например, еще раз, у нас есть доказательства математические, а есть доказательства судебные. Являются ли судебные доказательства математическими? Нет, конечно. Судебные доказательства – это то, что судьям из, так сказать, злявого смысла кажется доказанным. А на самом деле является ли это математическим доказательством? Ну, нет, конечно. То есть, в каждой области свои доказательства. В физике одни, в математике другие, само в юриспруденции третье, в религии четвертые. То есть, само слово доказательство, оно вовсе не объективно. Оно в некотором смысле субъективно. Хотя, еще раз, самое, так сказать, ядро, типа 2G24, с ним все согласятся. В этом смысле оно объективно и в том, что все согласятся. Но чем дальше от центра, тем менее все согласятся. Вот и все, собственно. Поэтому, но то, что Кузарева такую линию проводит, я знаю, но она мне не очень нравится. Окей. Я дико извиняюсь, но вот то, что говорит Кузарев, в моих глазах, это практически 100% ложится в канву известного анекдота. Ну, скажем, на тему анекдот. Спрашивают, какое доказательство того, что Абрам Абену ходил в кипе, то есть в головном уборе. А этот человек докажет, спрашивает, а вы что, можете себе представить, что такой религиозный человек, как Абрам Абену ходил без кипы? Все, вот доказательство. Доказательство такого же типа. Вы можете себе представить, что столько поколений передавали, и они не проверяли. А, ну, конечно, да. Доказательство в данном случае. Мне кажется, я согласен. Я лично согласен с Пинхасом. Я сам на протяжении многих лет слушаю из года в год повторяющиеся лекции, да, и к комментариям Кузари, и к дарованию Синайскому откровению, дарованию Тора, когда повторяется один и тот же самый тезис. Это повторялось столько раз, повторялось от отца к сыну, Макс, да, 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 столько раз. Ну, конечно, это не могло бы не повторяться, если бы это было неправильно. Я дико извиняюсь и говорю, элов помимо Леабди, 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 Леабди. Я не знаю, возьмите христиан. Идея непорочное зачатие, там воскрешение повторяется миллион раз. Миллионы, сотни, двести, сколько миллионов вообще есть христиан, которые повторяют это все? И верят в то, что это было. Ну, хорошо, это является доказательством. Нет, наверное. Окей, Пинха с нами, нет? Да, я с вами. Да? Я могу только добавить вот что. Что действительно, в отличие в иудаизме является то, что Бог разговаривает с народом. Ни в какой другой религии, ни в христианстве, ни в исламе, и в восточных тоже, нет идеи, что Бог разговаривает с народом. Доказать мы это не можем, разумеется. Но, безусловно, это существенное отличие иудаизма от других религиозных систем. Да, я согласен. Я согласен сто процентов. Я согласен сто процентов. Поэтому, лично для меня, самое главное или самое важное доказательство очень простое. Посмотрите на еврейский народ. Само существование еврейского народа доказывает существование Бога и его диалога. В этом я действительно вижу основу какого-то доказательства. Но это не доказательство в том смысле, как это принято действительно, я не знаю, в научной или простонародной речи. Это ничего не доказывает. Не доказывает. Мне кажется, можно Пинхасу возразить, когда он говорит, что ни у одного народа нет диалога с Господом. Ну, тот же еврейский нарратив, который Иисус проповедует, он, по их мнению, он Бог, и он говорил с еврейским народом. То есть, в принципе, я с вами согласен. Пример, мне кажется, не очень правильный. То есть, есть народы, с которыми... Я уточню, я уточню. Да, пожалуйста. В иудаизме имеется один человек, Иисус, через него все дано, остальные ему верят. В исламе есть один человек, Мухаммад, дано через него, все ему верят. В иудаизме нет того, что дано через Моисея или через Авраама, и другие ему верят. А есть именно сцена Деавания Тарына Синаи, где трансцендентный Всевышний разговаривает со всем народом одновременно. Вот такого, чтобы трансцендентный Всевышний говорил со всем народом одновременно, такого нет нигде. Согласен. Окей. Но это, наверное, в каком-то смысле объясняет или это объясняется тем, что само понятие еврея, который имеет двойственный идентификацию, с одной стороны, это национальная принадлежность, а с другой стороны, это принадлежность религиозная, это в этом выражается. И опять, я не специалист как бы в этнографии, существует ли еще какой-то народ, у которого это есть. Вы знаете, что, как бы, переходя к реалиям более-менее нашего времени, было известно, по-моему, в 50-х годах. Был известный случай, который дошел до высшего суда сведений богатства, тот человек, который был галахический еврей. Но он был комаром, он был священником, пастором, я не знаю. И он хотел сделать репатриацию, при этом он совершенно не кривя душой и сердцем. Он говорил, да, я являюсь практикующим христианином. Дошло до высшего суда справедливости, ему отказали. Сказали, что еврей не может быть христианином. Окей, но это все-таки не имеет отношения к тому, что мы сейчас обсуждаем. Я согласен, что это отдельная важная тема, важная, но все-таки не имеет. Ты говоришь, Всевышний говорил, потому что Всевышний говорил, он выбрал еврейский народ для чего-то. То есть, что еврей выбрал, Господь выбрал христиан для чего-то. Нет понятия христиан как народа. Окей, окей, я согласен, Натан. Но, тем не менее, разговор с большой группой, которой сотни тысяч людей, такого нет нигде. Окей, пошли дальше. Давайте скажем так, Васильевич, истории о том, что Всевышний разговаривал с большой группой людей, такого нет. Окей, да, согласен. Это как раз тема следующей главы. Итак, для Рава Шерки, тем не менее, важно доказать. Да, доказать истинность нашей веры. Итак, еще один вопрос, который стоит задать. Откуда мы можем знать, что весь библейский рассказ не выдуман? И здесь мы должны установить два основных правила. Правило первое. Любой рассказ о событии, формирующем национальную идентичность, является правдой. Например, откуда мы знаем, что французская революция была на самом деле? Для этого не нужно ехать по Францию, анализировать исторические документы. Достаточно увидеть то впечатление, которое революция оставила во французском народе и во всем западном мире, чтобы убедиться, что она действительно была. То же самое с катастрофой. Помимо фотографий, документов, достоверность которых несомненно, главное доказательство реальности катастрофы – это коллективная травма, которая оставила свой след еврейскому народу. И каждый, кто смотрит на еврейский народ со стороны, может понять, что была катастрофа, потому что народ ведет себя как жертва катастрофы. Немного уточним это правило и скажем, что есть два типа таких формирующих национальную идентичность событий. Есть истории становления, относящиеся к периоду, когда нация уже существует. Есть истории, которые описывают период, предшествующий образованию нации. Рассказ первого типа, то есть события, когда нация уже существует, безусловно является фактической правдой, потому что невозможно добавить в историю целой нации события, которого не было. А рассказ второго типа, то есть события до того, как образовалась нация, он как раз не обязательно достоверен, так как его можно выдумать, а затем уже укрепить веру в него средствами пропаганды. Например, миф о том, как богиня Афина посадила на месте будущего города Афины оливковое дерево. Этот миф не имеет под собой оснований, поскольку рассказывает о событии, которое произошло за пределом греческой истории. Однако Троянская война, безусловно, имела место, потому что это формирующее событие, которое произошло после образования греческой нации. Поэтому, если бы нам рассказали, что Тора была дана про отцам, Абраму, Ицхаку, и мы бы строили свою веру на эту историю, тогда можно было бы усомниться в достоверности этого. Ведь тогда еще народ Израиля не появился как нация, были отдельные личности, или там была семья потом, но не нация, не народ. А это первое правило. Второе правило. История, которую невозможно выдумать, является истиной. И такой аргумент как раз приводится в недельном разделе Ваэтханан. Итак, спроси о временах прежних, которые были до Тебя, от того дня, когда Бог сотворил человека на земле, и от края неба до края неба. Было ли что-то такое великое, как это? Слышали ли о чем-то подобном? Здесь Писание предлагает нам взглянуть на историю других народов и проверить, было ли что-то подобное. Было ли такое событие, или слышали что-то подобное? Тут есть два пункта. Было означает, что это произошло на самом деле. А слышали означает историю, которую рассказывают и передают из поколения к поколению. Хотя это, может быть, не происходило на самом деле. Итак, что же нам предлагает Писание найти? Вот это как раз событие. Слышал ли народ голос Бога, говорящего из огня, как ты слышал, и остался жив. А вот это вот было ли у других народов в мифах? Или они передают что-то подобное? Об этом вопрос. То есть бесполезно пытаться найти традицию, нам хочет сказать Тура, бесполезно пытаться найти традицию, в которой есть исторический, было, да, или мифологический, слышали. Сюжет о явлении Творца, о явлении Творца, да, народу. Такую историю невозможно даже придумать, потому что идея явления Творца чужда человеческому сознанию. Мысль о том, что Творец всего сущего сойдет со своих высот, проникнет в реальность, чтобы дать указание человеку, как готовить субботние блюда, это ненормальная мысль. Это не то, что может вообще прийти в голову, даже как выдумка. И поэтому нет никакой вероятности, что целый народ будет говорить о том, что Бог явился к нему. Или сформулируем это иначе. Единственные, кто допускает мысль, что Творец мира разговаривает, это те, кто утверждает, что он разговаривал с ними. Следовательно, их слова правдивы, да, что евреи, если говорят, что Бог разговаривал с нами, да, как им могло такое прийти в голову, невероятная мысль, да, но они это говорят, значит, это истина, да, такое доказательство. Примеры. Маленький ребёнок вырос в окружении, где все говорят на иврите, да, и вот он возвращается домой и произносит два предложения по-японски. Родители спрашивают, кто научил тебя этим фразам? Ребёнок отвечает, что его научили два человека с раскосными глазами и большим фотоаппаратом, которых он встретил по дороге домой. В этом случае нет смысла не верить ребёнку, поскольку невозможно, чтобы он узнал эту информацию из какого-то другого источника, да, выучил два предложения по-японски. Иначе как от японцев, которых он встретил. Бывает такая ложь, которую невозможно придумать, поэтому такие вещи не будут рассказывать. То же самое и с откровений. Это невозможно придумать. Поэтому с доисторических времён, до наших дней, не было никакой другой культуры, которая бы придумала историю о явлении Бога целому народу. Ещё одним примером служит досократовская философия. Все философы того времени были в той или иной мере пантеистами. Им не удавалось выйти за пределы космоса и признать трансцендентную божественность. Хотя мы встречаем в мифологии рассказы о явлении Богов людям, но речь в них идёт не о Боге-творце абстрактном, а о Богах более низкого уровня, которые в конце концов являются частью творения. Поэтому если целый народ говорит, что он пережил встречу с кем-то, кто находится за пределами мира, он, безусловно, говорит правду, потому что такое не может само прийти в голову. Теперь рассмотрим христианство и ислам. Иисус и Мухаммад пережили некоторые откровения. Эти откровения стали основой коллективной идентичности, очень важной для очень многих людей. Христиан и мусульман. Идентичность христиан, идентичность мусульман. Но, во-первых, их откровения не привели к формированию новых отдельных народов, только общности народов, отдельной идентичности. И, во-вторых, писания христиан и мусульман не говорят о явлении Бога всем христианам или всем мусульманам, только одному человеку, или там группам, небольшим группам последователей. Они говорят, их писания, о деятельности личности, Иисуса, Мухаммада. И если мы спросим христиан или мусульман, почему они верят, что все это происходило, что было откровение Иисусу или Мухаммаду, в конечном счёте они ответят, мы верим, потому что мы верим. И Легавдиль, если бы народ Израиля принял Тору из-за личности Моисея, тогда бы это было то же самое, не было никакой разницы в корне убеждения, что была личность, ей было откровение, мы ей верим. И мы верим тем, кто предыдущим поколениям, которые нам это передали. Но тут совершенно другое. Иудаизм – это концепция откровения Бога всему народу. И это откровение оставило огромный след на всём народе, как мы это видим, на всей его истории, на всей его культуре и так далее. То есть это совершенно уникальная концепция откровения Бога народу. И вот это как раз даёт основание для веры в божественное происхождение Тора. То, что Тора с небес. Что и требовалось доказать. На сегодня всё. Кто что думает, является это доказательством. Насколько это убедительно для вас. Я повторю то же самое, что я сказал раньше. В качестве довода – это очень важно. Как только мы к этому говорим, вот доказательства, то мы уменьшаем силу этого влияния. То есть это важные доводы. Я согласен, что это важные доводы. Считать ли доказательством – это вопрос нашего выбора. Выберем, что это доказательство. Будет доказательство. Не выберем – не будет. Мне кажется, что это повторяет то, что, ну не повторяет, но это на ту же тему, о которой мы говорили. Поэтому мне кажется, что аргумент как бы Пинкаса, мне лично он как бы подходит. Мне он очень нравится. Для меня эта мысль впервые прозвучала. И я вот надеюсь, через неделю более твёрдое дам своё мнение, если оно интересно. Мне надо это обдумать. Окей. Окей. Ну хорошо. Если мы здесь завершили, то мне кажется, что это и есть… Здесь действительно уже было просто более развернуто, сказано то, что мы, собственно, имели в виду раньше. Окей. На этом, думаю, стоит закончить. Мы здесь как раз вполне хорошо это обсудили. У меня тогда вопрос к Пинкасу и к Натану. А как вы думаете, почему для Равошерки так важно вот это доказательство именно? Я думаю, что, опять, мне так кажется, мне кажется, что все книги Равошерки, и в том числе эта книга, это его диалог с той частью аудитории, которая не принимает, ну, на веру, в кавычках, да, или сомнительно. Эти вещи, которые для его стандартной аудитории являются стандартными. То есть, когда он находится в Махон-Мире или в какой-то, как скажем, он не будет этого говорить. Людям это неинтересно, потому что это доказывать тем, кому доказывать не надо. Но когда он встречается в кавычках с нормальной публикой, которые могут все ставить под сомнение, они задают такие типичные вопросы. Откуда ты знаешь? Чем это отличается? У других народов тоже. Почему вы говорите так же? Там докажи. Ну, какой хорошо. Тогда он откладывает свой инструментарий, который подходит для публики, скажем, ешивный, религиозный, и берет инструментарий, который подходит для другой аудитории, и как бы разговаривает с ними на их языке. Вообще, как бы Равширки говорит, что надо разговаривать как бы с аудиторией, с нерелигиозной аудиторией, надо разговаривать на ее языке. Бессмысленно с ними разговаривать на языке, который для них не является доказательством. А здесь построение вот как бы таких схем, которые люди привыкли этим схемам верить. Хотя, опять же, то, что говорил Пинкас, и то, с чем мы как бы согласились, для нас это не является каким-то доказательством в том смысле, как понимается доказательство в современном мире. Но, тем не менее, для них это более приемлемо. Вот как бы мне кажется, почему Равшерки поднимать? Равшерки это тоже не надо. Я думаю, что вообще книга Кузари очень начала продвигаться, еще Равшерки начал продвигать, в некой оппозиции к Маймониду. Есть подход к Маймониду, есть подход к Кузари. Потому что подход к Маймониду не был единственным. И это очень важно, что Кузари – это действительно оппозиция к Маймониду. Но так уж со всеми пунктами соглашаться к Кузари я бы не стал. Ну-ка, для Иуде Оливии – это доказательство. Мне, как я сказал, подвергнуть сомнению само слово «доказательство», то есть деконструкции. А дальше мы уже все обсудили. Вопрос, который задаю Баальму. Может быть, что у кого-то есть ответ, или вообще есть ответ. Мы все время пытаемся соотнести книги, которые написаны, скажем, сотни лет назад. Я сейчас не могу прямо до шлифа вытащить и сказать, когда была написана книга Кузари. Сколько времени прошло? Кузари тогда же, 1600-й. Ну да, то есть сколько времени прошло? Прошло сколько? Сколько? 900. Ну да, то есть мы сравниваем, что за 930-й как бы изменилось представление человека о мире и так дальше. Правильно? Но вопрос какой? Вот такой обсуждаемости книг, как книга Кузари. Ну странно, что она не появилась. И мы ее не обсуждаем книгу, которая более близко к нам, которая была бы написана в 19-м, 20-м веке, 21-м веке, 22-м веке, которым обсуждало то же самое, но разговаривало бы с нами на нашем языке. И странно, что такой человек, например, я говорю странно, как Рафшерти, который наш современник. Он тем не менее примеры приводит из Кузари. Вот это вопрос, который я задаю. Окей. Хорошо. Давайте. Я думаю, что на этом нам надо закончить. Мы есть как раз хорошо обсудили. Достаточно силы. Окей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Сейчас, секунду. Я останавливаю запись? Да. Якобы. Пока. Спасибо.